Приветствуем вас, дорогие друзья! Сегодня у нас будет уникальное интервью с беженцами, которые приехали к нам из Украины. Я хочу вам представить сегодня у нас Эвелина и Татьяна. Спасибо за то, что вы согласились рассказать нам, что произошло. Именно глазами очевидцев, друзья, они к нам приехали из Киевской области. Это Броварской район. В той местности и вокруг их местности шли большие боевые действия. И вот, пожалуйста, поделитесь, как всё начиналось. Что вы помните первые моменты войны? Пожалуйста, поделитесь. Ну, вот первый момент войны, я думаю, это помнит вся Украина. Просто это первое. Это когда реально мы ночью все, все и дети, мы все проснулись от такого звука, который мы не слышали никогда. Да. Это реально был страшный звук. Мы просто с мужем в один момент соскочили с кровати и начали смотреть в окно. Я говорю, что это такое? Он говорит, война. Я говорю, в смысле война? Он говорит, в прямом. А я говорю, а как? Я как-то не верила. Я не верила в войну. Хотя были слухи, но я не верила. Это было около пяти ранку. Мы, ну, как и все, спали и услышали один взрыв. Я сначала не поняла. Потом второй взрыв. Я говорю, ну, мужа, а что это такое? Он встал, посмотрел по окнам и говорит, война. Я говорю, как война? Ну, да, война. И наши дети встали, пришли к нам, и мы уже не спали. Это началось в какое время приблизительно ночью? Вот эти взрывы? Пять и ранку. Пять утра, да? Пять утра, да. И это был, честно, вот так это был самый страшный день. Потому что, ну, как-то, вот вообще все остановилось. Вот просто все остановилось. Мы не ели, не пили, мы не двигались. Мы, как бы, знаете, вот просто физически не было сил, как будто изнутри у тебя жидкость все забрали. Вот это был самый страшный день. Все планы, да? Все мечты? Все остановилось. Все накрылось. Было много работы. Это было перед, ну, как бы, надвигались там праздники. 8 марта у меня работа. Я готовила заготовки как раз 23 числа. Очень много десертов. И это все просто остановилось. На другой день нам просто ничего не надо уже было. Ничего не использовали. И не делали. Да, друзья, конечно, сегодня у нас есть возможность вот услышать людей, которые пережили по-настоящему что-то ужасное и страшное. Расскажите, где люди прятались вот в вашей местности? Как люди реагировали? Куда они скрывались? Ну, у нас поселок, поэтому не у всех, но у некоторых домов, ну, у многих домов есть погреба. Обычный погреб, сельский погреб. Ну, как бы, они уже сейчас хорошие, они такие, как бы, и в ямах. Поэтому мы прятались там. Мы лично прятались в этих погребах с детьми. Мы заносили туда одеяло, еду. Прятались там, сидели. Пока сильные взрывы были. Если уже были не сильные, то мы старались в них бегать, потому что детям это очень тяжело было. И там вы были готовы и спать. Вы сказали, брали одеяло, подушки, как бы, то есть все были готовы там спать. Обогреватель там был, потому что холодно было, это зима. Это же была зима, да? Зима, да. Очень холодно. Это то, что мы часто здесь не осознаем. Вот мы, как жители Флориды, да? А печек там никаких нету в погребе, поэтому... Если у кого-то были такие вот камины, то можно было туда поставить, потому что можно было туда протянуть кабель такой, чтобы резет выключить. И другие жители тоже, получается, все в каждый в свой прятался, да? Было такое, что несколько семей сходились вместе в домах, жили вместе в одном доме. Если у кого-то дом разрушен или в один подвал сходились вместе. Вот мы жили, получается, на краю села, и за нами большое поле с одной стороны, с другой стороны, и, похоже, там были войска, только как бы, ну, я думаю, так, что-то были наши, и оттуда были выстрелы. Это было очень-очень громко. У нас реально все тряслось, поэтому мы решили, что мы будем уезжать. И когда мы сказали своим родным, что мы будем уезжать, они нам предложили, что давайте все-таки собираться пока с семьями и подождать. Возможно, что-то поменяется. Поэтому мы сходились. Мы жили в одном доме, три семьи, у нас было 11 детей. А как насчет вода, еда, газ, как эти вещи были? Вода у нас была, свет был, не было газа, но это уже как бы позднее, когда мы попали в оккупацию, когда у нас уже разрушили много всего в районе нашем, тогда уже не стало у нас газом. Мы спасались тем, что у нас был котел на дровах. Как-то так брат получилось случайно купил, но не было дров, поэтому у него была теплица такая, где овощи выращивать. Поэтому мы ее разобрали, порезали и топили, на ночь только топили, потому что днем старались как-то одеваться, потому что не было реально чем. То есть даже дров не было, даже такие моменты, да, и не было где найти. У нас телегаз, поэтому мы на газ надеялись. Кушать варили, мультиварки, плиты электро использовали. А у кого не было, то... На улице варили, у кого не было. Как вы ночью спали? Вот интересно, вот первые ночи вы могли заснуть или вы от страха не спали? Вот этот стресс, во сколько вы засыпали, просыпались, вы поделитесь, вот, Татьяна. Мы, естественно, ложились спать с молитвой, мы помолились и говорим, что мы идем спать. Поукладываем детей. Дети, как бы, ну, они еще не совсем понимали, что происходит. А, как бы, мы ложились и звуки, эти выстрелы были слышны. И ты только уснешь, ты услышал звук, и ты опять проснулся. И с молитвой, лично я, я только засыпала с молитвой. Я только засну, и опять выстрел, я опять просыпалась, я опять молилась. И так до утра. И я просила Бога, молила, чтобы быстрее настал этот ранок, утро, потому что я, все равно я, как бы, не спала. А у нас получается, что мы, у нас двухэтажный был дом, даже у брата, в котором мы остановились жить, то мы все спали на низу, потому что у нас все было услано матрасом, а мы все спали, как бы... Да, в одной комнате, забрали. Да, все на первом этаже. Вот. Да, дети до конца, мы им просто даже не рассказывали. Мы им не рассказывали, потому что мы знали всю информацию, мы старались не рассказывать. И из-за того, что их было много, они очень так суетили себе целый день, они особо не отвлекались. А на взрывы дети реагировали? Они реагировали, да, но, как бы... Не до конца понимая, что это, да? Нет, они не понимали, что такое война. Ну, вот не понимая. Картинки им никто ничего не показывал. То есть, ну... То есть вы старались сохранить их, чтобы им было не страшно, как бы... Да, да, да. И из-за того, что их было много, и они себя там занимали так, что иногда они не слышали, потому что такой ор был в доме, что... Они просто где-то отвлекались, и уже, когда мы кричим, что надо бежать в погреб, то они уже как будто прокидались. Они как будто как-то... Ну, вот... Он спал только с нами, потому что ему было очень страшно. И он среди ночи, когда были взрывы, он просто, ну, не всегда, а не всегда он просыпался, но он так сдвигался очень сильно. Я всегда от этого момента тоже просыпалась, как бы... В какое время приблизительно начиналась война, и в какое время вот заканчивались вот эти выстрелы, или круглосуточно был шум, или вот вы уже знали, в какое-то время вот начинаются бои? В начале оно как-то было больше с половины дня, как бы, вот, а потом оно было всё время, всё время, но вот как-то тише было с двенадцати ночи, ну, вот до четырёх, до трёх, ну, вот как-то так вот чуть-чуть тише было. А так на протяжении дня... А утром начиналось тоже с пяти утра? Четыре утра как стабильно начиналось. Как начинает разведнеть, так они начинали. Да, как чуть-чуть начинает виднеть, оно... Сразу пошли выстрелы, взрывы, да? То есть с четырёх утра вы уже привыкли, да, к этому режиму? Да, да, да. Ну, мы как бы вот и хотели, чтобы нам быть до рассвета, нас уже сон не интересовало, чтобы там спать. Оно и не спалось, оно как-то... Но хотя бы, чтобы ты видишь, и это как-то легче. Когда ты видишь, что вокруг тебя происходит, куда бежать, и с детьми это легче, когда утро уже, под утро. Поэтому мы ждали рассвет, чтобы... У нас как бы ховаться... Прятаться не было когда, поэтому мы съезжали к сестре, к мужу, потому что очень страшно было. Всё тряслось, как бы выстрелы рядом были. Даже двери в хате, они просто открывались, открывались от взрывов, да. Люди ходили вообще по вашей местности, там по центру, например, там можно было им ходить, выходить, там по улицам, по магазинам, или был какой-то приказ, или что нельзя никому выходить? Ну вот, когда уже была оккупация, когда они приехали в наше село, это было 8 марта, это был такой подарок нам на 8 марта, это был очень страшный, ещё один день. Вот, они как раз прорвались, ближе, получается, чтобы ближе к Барварам подъехать, и вот вокруг нас, вдоль нашего села идёт вот эта трасса, по которой они шли, это было что-то с чем-то. Вот это не передать этот звук, когда все танки, всё это вот так грохочет, просто серьёзно, был очень серьёзный такой страшный день, вот именно 8 марта. И вот они тогда приехали в наше село, 10 их машин было, они были там разные, вот, они заняли центральные улицы, и к ним вышел человек, который там рядышком жил, он у нас такой смелый всегда, он к ним вышел, они забрали у него телефон, но они ему сказали передать своим всем, чтобы никто не ходил по селу, то есть, чтобы мы их людей не водили, вокруг они могут ходить друг к другу, там, но, как бы, где мы, где мы стоим, чтобы никто не проходил туда, и люди никто не наревался, то есть, никто не старался нарушать эти правила, все, все, как бы, сидели, еду там, ну, людей очень быстро закончилась еда, потому что никто не готов был, ну, вот, как бы, мы думали, что даже, когда уже, когда уже война прошла, когда уже это, 8 марта уже было, уже несколько дней так, и люди, как-то, всё равно, не потому, что, наверное, не верили, а потому что не было за что закупать элементарно еду, то есть, денег запаса у людей, просто, её не было, ну, как бы, у кого были, тот закупал, у кого не было, их просто не было, поэтому, уже у многих через несколько дней не стало еды, Поэтому перевозили, передавали именно братья нашей церкви, старались разносить. Если еда закончилась, то как люди питались? Перед этим как раз нам помогли одна церковь с Сакраменто, они нам помогли финансами. Муж попросил, потому что мой родной брат, он пастор церкви в нашем поселке. И они сразу с ним, мой муж дьякон был, и они попросили, чтобы как-то надо искать, чтобы кто-то нам помог хоть немного финансами, чтобы мы запаслись продуктом. И вот как раз 8 марта два моих родных брата поехали машинами в Бровары, в город, они закупились продуктами, которые могут храниться. И поэтому они как раз в последний момент привезли вот эти две машины сюда, и у нас было что раздавать людям, верующим людям, которые обращались. То есть мы писали, что вот церковь, мы готовы, у нас есть с чем поделиться в группах, которые были в сельской группе. Приходите, люди, кто приходил, кому развозили. Поэтому мы вот так делились до последнего продукта. А танки, вы сказали, вот когда приезжала эта вся колонна, они у вас в селе оставались, прятались? Нет, они не прятались, они стояли. Под заборами они стояли. Они просто кого-то в двор бывало заезжали, выезжали, но как бы без спроса, без разрешения. Они занимали как бы в нескольких точках вокруг, в селе, и самое главное их было в центре, они там. Просто танки стояли и даже во дворы заезжали, да? Да. Понял. Ну естественно никто не спрашивал, можно ли к вам заехать, просто заезжали и все, да? Да. И как реагировали местные люди? Ничего не говорили, просто уходили. Если кто мог уходить, люди уходили с кому-то, с родственников тоже. Но у нас вот там тоже женщина жила, она ушла с дома, они поселились в ее дом. То есть они в дома заходили, солдаты, и в домах жили, да? Да. Если у кого-то было хозяйство, они даже кормили. А в магазины тоже заходили? В магазине ничего не работало. Ничего. Кому доставались товары? Ну получается, что один у нас такой большой магазин, он в центре села, поэтому они когда приехали в село, они сразу попросили открыть этот магазин и открыть почту, и они там тоже жили на почте. Это кто? Это русские солдаты. Понял, и они попросили открыть почту и... Да, магазин. И они подогнали тогда грузовой, грузовик, такую большую машину, и с магазина они вынесли все продукты, которые... И даже они оставили там записку, у нас есть фотографии, которые... Какую записку они оставили в магазине? На пустых полках. Понял. А местное население? Нет, никто не ходил, как бы ничего не продавалось. И в принципе и запасов, потому что люди уже перед этим забрали, что можно было забрать. Даже магазины просили, чтобы забрали, потому что понимали, что оно пропадет. Брат, который вез как раз вот эти вот продукты в тот день, и за ним ехала... Перед ним ехала легковая машина, а навстречу им ехала другая машина, и она им посигналила, чтобы быстро разворачивались. Мой брат понял и среагировал на это. Та машина, ну, они как-то не поняли. То ли они не поняли, скорее всего, и они поехали вперед, и их просто переехали танком. Вот эту машину просто переехали, расстреляли. То есть танк специально наехал на машину? Да. Они наезжали, расстреливали. Расстреливали? Расстреливали машины, которые ехали им навстречу. Даже если это были мирные жители? Да, это в основном были мирные жители. Там не было военных. Военные были вокруг, но они не ходили по селу, их не видно было. В основном это были мирные жители. Это, наверное, было страшно смотреть, да? Вот людям, которые вот были свидетели этих всех картин, то это... Ну, это не передать словами. Просто, ну, мы-то вот живем в поселке, от нас два километра. То есть, мы, по сути, знаем всех людей. Ну, как многие знаем людей. И те люди, которые сбрасывают нам в группу, что вот в Богданаке, пожалуйста. Вот просто ехал человек с работы, со смены домой, и он просто не доехал. Они его расстреливали. Ну, как бы, в тот же день, 8 марта, когда это было. Угу. Это, ну, не передать, как это было страшно, потому что ты еще не знал, кто к тебе приехал, какие люди к нам приехали, вот те, которые заехали в наше село. Мы с мужем ишли забирать от сестры машину, потому что нам сказали, будет зеленый коридор, что мы сможем выехать. Мы ишли, они на дороге разложили противтанковые шипы, такие ежи, да, ежи, ежи, да. И мы идем, и за 100 метров солдат русский говорит нам, стой. Я сначала не услышала, он говорит, стоять. Мы встали, говорит, сюда идти нельзя, обходите. И мы начали спрашивать его, а можно машину перегнать? Он говорит, перегоняйте, но только не сюда, обгоняйте только позаселом. И мы развернулись, конечно, когда идешь вперед, не так страшно было, но когда ты развернулся и стал идти, реально, коленки затрослись. Ну, мы мусыли и ты. Мы развернулись и ушли. Было страшно, что выстрелят в спину, да? Да, в спину выстрелят, потому что ты не знаешь, что не в голове. Понял. А вот во время вот этих боевых действий вокруг вот вашего района были там мертвые трупы, валялись, что вы знаете? Они у нас были, это точно, но мы их не видели. Не знаю, думаю, что мирным жителям вряд ли удавалось что-то сделать с этим, потому что… Ну, вы знаете, мы когда с оккупации выезжали, и ты видишь этих солдат просто всех с автоматами и со всем чем только можно, я думаю, что ты просто бежишь. Я ехала за рулем, со мной было четверо моих детей. Ну, это страшно, поэтому я думаю, что вряд ли люди могли ходить просто и хоронить кого-то, потому что это страшно. Ну, потому что, как Таня говорит, ты не знаешь, когда тебе в спину прилететь. То есть они, наверное, просто так валялись по улицам? Скорее всего, что да. Скорее всего, что да, потому что, когда вот наша дымерка, это очень близко с село наше, такое вот, и девчонки писали, что да, просто расстреливали мужчин, особенно мужчин, если кто-то появлялся, их расстреливали. Они просто лежали, бывало два дня лежали, собаки их там тягали. Ну, было такое. Собаки тягали, да? Да. Наверное, еще из-за того, что было холодно, это как-то помогало, да? Да, было холодно еще, да. Что оно, не такой запах еще, наверное, был, да? Да, конечно, страшные истории вы рассказываете. Как вот реагировали дети? Мои просили уехать. Ночью прибегали, то есть вот, когда взрывы, они прибегают именно к нам. Ложатся, а когда все успокаивается, они опять идут на свои места. Я не знаю, я так верю, что как-то Бог их по-особену берег, но я не знаю, возможно, нам придется с этими последствиями работать еще. Мы просто, возможно, не видим сейчас этого. Ну, они, конечно, очень переживали. Они очень, я же говорю, меньше так, трудно ему давалось. Он очень долго, даже когда мы переехали, даже мы когда еще спали, он где стук малейший услышит, он просто сразу просыпался. Да, даже такие вот моменты, мы уже когда были здесь, и было утром, гроза, это было тоже где-то под утро, часа четыре. Это уже в Америке, да? В Америке, да. Оно так сильно ляснуло. Гроза ударила. Да, гроза ударила. Гром был сильный. Они прибежали и говорят, мама, а что, тут и здесь опять война? Я говорю, ребят, не, я говорю, это гроза, идите ложитесь спать, все хорошо. Поэтому они очень, как бы, да, не знаю, как говорит Явелина, нам еще надо будет работать с ними. Потому что на психику оно им дало хорошо. Ну, мы вздрагиваем, мяч как-то, тоже вот у брата, которого мы здесь остановились, как-то мяч стукнул просто на улице, и мы просто с дивана все соскочили. Потому что, ну, такой вот звук, знакомый, как бы, такой гунхой, противный звук. То есть, вы думаете, психологически это отразилось, да, на детей, на людей? Вы думаете, эти травмы, они останутся? Это травмы нам всю жизнь. Я не знаю, может, Бог по-особенному как-то исцелит и память, и сердце. Когда были сильные взрывы, оно прямо в сердце кололо. Просто вот от взрывов колет в сердце физически. Как бы вот так было даже. Я когда слышала взрывы, у меня такое впечатление, что меня просто током било в пальцы и ноги. Я старалась держаться, потому что мне даже, как бы, и выплакаться не можно было. Потому что, когда я начинаю плакать, начинают дети плакать, и мне очень тяжело было. Поэтому я просила, молила Бога, старалась держаться, потому что я знаю, что я, как бы, ничего хорошего этого не сделаю. Поэтому отрывалась, держалась очень, как бы, сильно, благодаря Богу. А как, вот интересно, больные люди в вашей местности? А если нету больниц, нельзя выехать, вот там, не знаю, инвалиды, беременные женщины, то есть они все были как обречены? Почти. У нас, когда взрыв был и церковь, стекла вылетели, там двери повыпадали, все внутри там разрушилось. Там было много людей и много детей, там где-то было 70 человек. И вот, когда дьякон вот этот наш, ему поранило ногу, то его вывозили конем через поле ночью. Так же само вывозили тех, кому надо было родить. Вот, вывозили. На лошади вывозили? Да, вывозили там, где не было уже оккупации, и могла подъехать скорая, она забирала. Лекарства искали, в принципе, всегда, ну в поселках тоже есть медики, то есть все, кто хоть как-то связан с медициной, вызывали и помогали. Писали, какие надо медикаменты, у кого что у людей было, передавали и как бы вот так вот. Вы сказали, что ракета упала где-то возле вашей церкви, вашего дома молитвы прямо, да? Да, да. И разрушила, да, здание? Здание, ну как бы стены стоят, но они все побитые, потому что много осколков пролетело. Очень такие осколки, если такие вот трубы толстые на заборах, и эта труба просто вот как будто и лезвием перерезали. И труба металлическая. Да, металлическая, то есть, и это все прям вот буквально от церкви, вот наша церковь и прямо вот дорога, где мы паркуем машины, и вот оно за дорогой упало, это очень близко, поэтому, да, церковь пострадала. И в тот день было очень, очень, как мы это называли, жарко. Очень были большие бои, вот. Мы тоже были в погребе, и мой брат, он пастор, и он написал, что подъехали, ну, как бы мы не понимали, что происходит, но он говорит, что подъехали эти танки, которые у нас, и обстреливают церковь. Мы понимаем, что там люди, в основном дети, вот. Мы вот прибежали в погреб, потому что, ну, мы сами прятались, и у нас вот реально вот трясет, вот просто трясет все тело. Ты питаешься ноги держать руками, чтобы не трясло. Знаете, как панические атаки бывают, если кто-то переживал, то я думаю, что вы поймете. От страха вот эта тряска, да. От страха, от страха. И когда мы еще вот это прочитали, ну, это просто не перед... Ну, вот как нам... Боялись, что вот можно просто, как это будет на русском, сойти с ума. Сойти с ума. Вот реально боялись, что возможно, ну, это возможно сойти с ума. А потом уже как бы вот сразу же написал, что нет, это не танк, это упала ракета. Ну, мы поняли, что если ракета, то это одноразово. То есть это не будут стрелять до той поры, пока здание разрушится. Ну, потому что дети там. А в церковь приходили люди вот на протяжении вот этих всех боевых действий? Как верующие приходили или неверующие? Каждый день вы собирались утром? Как вот... Расскажите немножко за церковную жизнь вот во время войны. Мы собирались в церкви как бы до последнего момента. У нас было два служения на десять и на три. Потому что в пять у нас было уже комендантское время. Да, и мы уже не могли собираться. Поэтому делали на десять и на три. И так было до последнего, когда заехали в наше село. Но потом, естественно, мы уже не смогли собираться. Потому что сказали не выходить. Нельзя. Но неверующие люди приходили. Но неверующие люди, они как бы... Многие спрашивали из-за школы. Но они бежали в церковь. Они знали, что есть в церковь подвал. Они бежали туда. Неверующие люди прибежали в церковь. Неверующие, да. Они в школу не бежали, они бежали в церковь. До того момента, пока вот и не упало... Хотя был вариант в школу, но они выбирали церковь. Да, люди только в церковь бежали. Они переспрашивали. Там как бы им можно было и согреться, и чая попить. А еще до того, как вот разрушили, до того, как вам запретили выходить, как началась война, неверующие люди пошли в церковь? Вот очень сильно неверующие люди открылись к нам. К верующим. К верующим. Нас не очень как бы там сильно... У нас церковь московского патриархата в нашем поселке. Поэтому нас не очень перенимали. Как-то даже вот их старший батюшка, да, как-то не сильно с нами дружили. С вами, с протестантами? Да, с протестантской церковью. А потом люди открылись, да? Да, люди открылись. Мы помогали, как могли. И просили людей молиться. Мы в фейсбуке выставляли, просили. И люди даже в комментариях писали, что молятся. То есть реально с этой стороны был хороший результат. Понял, слава Богу. И я думаю, что он и сейчас остался. Потому что люди говорили, что благодаря тому, что у нас такая церковь, то наше село по-особенному Бог хранит. Потому что здесь есть верующие люди, которые просто молятся всегда. Вот поэтому они вот прям боялись, чтобы мы не уезжали. То верующие боялись? Чтобы верующие люди не уехали. Если верующие люди уедут с села, нам будет очень плохо. Это они так говорили? Да, да. Лично, когда мы уезжали, когда была эвакуация, мы вот стояли, вот моя машина и напротив, где живут вот люди, эта женщина вышла. Она знает, мы же там знаем как бы один, другой. Она говорит, а много уезжает верующих? Я говорю, ну, наверное, да. Она говорит, я вас понимаю, потому что у всех дети, потому что у нас церковь молодая, в основном молодые семьи. Я говорю, я только за, чтобы детей вывезли. Но, конечно, так было хорошо, когда вы были все. Я говорю, вы не плачьте, наш пастор остается в любом случае. То есть он семью отправит, но он лично останется. Поэтому не переживайте, Бог все равно будет верить. Значит были смелые пастора украинские, которые оставались несмотря на опасность и оставались с людьми. Да. Это было даже больше нужно неверующим людям, чем верующим, которые еще оставались. Понял. И неверующие люди, это их повернуло к Богу. Мы очень помогали и они очень открылись к нам. Вот реально и это… Ну, слава Богу, да. Жалко, что, конечно, в таких сложностях и обстоятельствах, но это все равно людей подтолкнуло и повернуло к Богу. Вы это видите так, да? Да, да. Мы думаем, что мы когда… Дасть Бог, дасть Бог. И мы вернемся домой, и это будет все по-другому. Ну, слава Богу. А вот как вы кормили местные жители, кормили ли солдат? Мы вот сразу приняли решение, что надо помочь нашим солдатам, потому что они же там работают, они же там окопыры, там у них реально там такие хоромы под землей были, ну такое. Вот поэтому мы приняли решение, что ну что нам сидеть и плакать? Мы же от этого себя убиваем. Поэтому давайте что-то делать. Ну давайте. Вот я там занималась кондитерским делом, у меня было много холодильника, морозилки, цех. Ну короче, у меня было все это настроено. Я говорю, давайте делать пирожки, давайте делать салаты, что мы можем готовить и привозить им, чтобы они брали и ели, давайте это делать. Когда уже пришли к нам гости, которых мы не приглашали, да, вот как бы оккупанты, мы их так называем, когда они к нам пришли, то предлагали, люди предлагали им, кто там мог с ними поговорить, предлагали им еду. То есть украинцы предлагали еду русским солдатам? Предлагали покормить, ну как бы что-то дать. Как вы думаете, почему? Потому что мы люди, ну это человечество, ну это... Несмотря на то, что они знали, как вы сказали, что, как вы сказали, называли их местные оккупанты, враги, и они им предлагали еду. Да, нам очень плохо было после того, как они к нам пришли. Очень больно, очень страшно, но тем не менее мы понимали, что... Они тоже люди. Когда-то все закончится, когда-то мы будем перед Богом. Ну вот, если ты человек, и человек умирает с голода, или ему там хочется кушать, тебя есть, то мы готовы были поделиться. Мы даже хотели, я говорю, давайте что-то испечем, занесем им. Вы просто смотрели на них как на Божье творение, или вам жалко было вот с... Нет, знаете, вот не было жалости. Сказать, что вот мне их жалко. Ну не жалко, чтобы как по-человеческому, да, вот чисто жалко. Вот где-то в глубине разума, сердца, вот как-то перед Богом все равны. И все. Каждый будет потом отвечать за свои действия. Ну, знаете, что порождает зло? Оно злой порождает. А его уже было предостаточно, вы знаете. Поэтому оно не было внутри какого-то такого зла, такого... Это, конечно, очень удивительный такой момент, такой неожиданный жест, что люди были готовы даже на такое добром на зло отвечать. Как вот вы убежали, эвакуировали вас, можете вспомнить? Было три дня плохих, плохих. Это когда началась война, потом, когда въехали, когда мы попали под оккупацию и... Когда надо было уехать. Потому что не все могли уехать по разным причинам. И там остались родные. И было, ну, ты понимаешь, что ты едешь просто никуда. Когда ты вот едешь как минимум в Бровары. А дальше... А дальше ты не знаешь, что тебя ждет. И когда ты имеешь все... И тебе просто надо взять за двадцать минут самое необходимое. И куда-то ехать, это... Честно, это был еще такой очень страшный день. Я молила Бога до последнего, чтобы никакого коридора не было. Я понимала, что страшно. Я понимала, что мои дети под угрозой. У меня четверо приемных детей. Я, по сути, обязана было давно их вывезти. Я брала на себя эту ответственность. Ну, было сложно уехать. Очень сложно. Но мы решили сможем, что если нам дадут все-таки официально зеленый коридор, то мы должны уехать. Их давали два раза, и они срывались. По какой причине? По причине обстрелов. Очень сильные обстрелы были. Во время эвакуации? Да. Ну, когда должна быть эвакуация в тот день, они делали очень сильные обстрелы. У меня большая семья, у меня 9 братов, и все братья, по сути, задействованы во всяких разных были работах. И один брат у меня жил в Ровенской области, и он приезжал на Киев волонтером, чтобы вывозить людей. И его сын, получается, уже мой племянник, он вместе с нами жил вот в том доме, где мы все жили. И мы стоим на улице, у нас просто, ну, очень были обстрелы серьезные в тот день. И тот говорит, так я вот от вас там за 20 километров. Говорит, у вас будет эвакуация. Он говорит, какая эвакуация, у нас вертолеты летают, какая эвакуация. И потом выехал танк им навстречу. Брат мой, который там был, он им выехал, где коридор, ну, вот эти люди с эвакуацией стояли, которые должны были забирать автобусы, и сделал несколько выстрелов. И тогда они все уехали, то есть срывали два раза вот так эвакуацию. А потом уже, когда третий раз предложили, то она состоялась. И мы в 12 часов начали собираться, то есть объявили ее в 11, и у нас было 20 минут, чтобы разъехаться по дому, потому что все люди не дома были. Ну, надо было. Ну, не знаю, мы пришли в дом и не знали, что набрать нам. Как бы и все надо, и ничего не надо. То есть наступает такой момент, что уже тебе ничего не мило, ничего не надо, потерян как будто весь смысл жизни, да? А скажите, вот из всего, что вот пережито, много страшных моментов у вас в памяти, что вот самое ужасное? Ну, такое чувство, что мне разорвали сердце. Потому что ты вроде как бы близко друг с другом, да, вот. А ты даже увидеть не можешь. Ну, ты не можешь там пойти как раньше встретиться. Вот с сестрой она жила немножко подальше от нас. Она для нас там как мама была, потому что она моя старшая сестра. Но я не могла к ней пойти, потому что это было далековато так. Ну, и как-то, знаете, вот мы идем от брата домой, чтобы еды взять, знаете, вот, или так вещи, чтобы переодеться. Вроде как бы сидим, думаю, ну, все, сегодня не будет обстрелов, давай пойдем. Мы только пойдем, добежим до дома, только начнем что-то делать, и вот начинаются обстрелы, и ты бежишь домой, ну, как бы уже к брату, там эти дома уже потерялись от них дома, но ты бежишь под эти свисты ракет туда, потому что, ну, а не дай бог, а там дети. И как бы вот это вот какое-то разорванное внутри вот такое сердце, такая боль, ни за что, как бы. Вот ты до конца не пойму, ну, за что, ну, ну, почему? Ну, взрослые дядьки, ну, неужели нельзя ничего порешать? Зачем так издеваться над судьбами людей, которые, как бы, ну, оно как-то все порвалось, и когда надо было все уехать, это еще больше всего. Знаете, вот материальные вещи, они как-то, ну, не важны, они не теряются. Теряют ценность. Да, это все. Я даже как будто, знаете, у меня муж дом там снял, я говорю, пожалуйста, не снимай, ничего не как бы, ну, не сохраняй. Я не знаю, останется он, не останется. Как-то я говорю, я уже попрощалась, наверное, с ним. Ну, а вот именно вот эти вот родственные связи, я до этого времени, я не могу. Я не могу. И как-то звонить, говорить очень сумольно. Вот пережив войну, какая переоценка ценностей произошла вот лично у вас? Какие вот выводы, чему вот мы, как люди, должны научиться? Любите людей, цените жизнь, человеческую жизнь. Ну, я не знаю, ничего нету ценного. Мне кажется, все наживешь, там все, все отстроишь и построишь, но не вернешь человека, поэтому надо ценить именно человека. Авелина, извиняюсь, вы сказали любите людей, несмотря на то, что вот вы пережили на себе зло, пережили на себе вот насилие, убийство, разрушение. Ладно, там здания разрушены, но вот когда люди убитые, и несмотря на это, вы все равно говорите любите людей. Что движет вами вот говорить эти слова? Ладно, если бы это кто-то говорил, кто там, знаете, вот в Америке, мы тут живем, можем советовать, любите там врагов ваших. А вот вы, которые имеете моральное право, можно сказать, как-то возмущаться, ненавидеть, отвечать злом. То есть вы как верующий человек, вы это говорите. Да, это вообще, Бог все сотворил для человека. То есть, ну, человек это самое дорогое, что есть на земле. Ну, что это земля без человека? Ну, как бы, кому она нужна? Кому что нужно материально, когда и никто ничего не использует его? Кому оно надо? Никому не надо. Для меня человек, ну, я не знаю, это очень ценно. Может, связано с тем, что я много соприкоснулась с детьми-сиротами в свое время, и я все равно понимаю, что как бы ни складывалось, что бы, какое бы зло не творили в моей же семье, родители там, детей, которые у меня были, я все равно их любила. Я любила их, ну, этих детей, родителей, которые мне зло делали. Я понимала, что это не они делают зло, это зло, которое в них делает, это зло. То есть есть другой источник зла? Вы к этому ведете? Да, да, да. 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 Но, конечно, очень удивительно ваша вера и ваша… Все мы когда-то придем перед Богом. Вера и вот этот мир, который исходит от вас, и прощение, которое исходит от вас. Да, вот что я просила Бога от первого начала войны, чтобы у меня не заселилась вот эта ненависть и злость к тому, кто делает мне больно. Ну, я не разберусь с этим. Это меня убьет, оно не дает мне силы. Бог в свое время с этим разберется. Зло не дает силы. Да. Ну, когда ты злой человек, ты жестокий. Какая у тебя сила? Ну, может делать зло, ну и… А потом разгребаться все равно с этим всем. Я вот серьезно, я просила, просто просила Бога, дай мне мир, чтобы у меня не было злости к этим людям, которые прошли в мою страну, на мою землю и принесли мне зло. Я не хочу с этим злом жить, потому что, ну, я… Чем я тогда отличаюсь, как бы… Авелина, слава Богу, что у Бога на земле есть такие верующие. Как вы? Да, вообще верующие. Мы молились, просили Бога, чтобы Он тоже их вразумил, как бы остановил эту войну. чтобы они тоже осознали, что… что есть Бог, они покаялись, то есть мы за их тоже молились. Вы, как христиане, Ваша… Как вот во время вот этих трудностей, такого горя, как вот Ваша вера в Бога помогала Вам? Я очень сильно помогала. Я просто молилась, просила Бога, чтобы Он давал мир в сердце, и я получала ответы от Бога. Я даже на данный момент получала ответы от Бога. потому что, стыкаясь даже сейчас в этой ситуации, Бог делает свою работу, посылает людей, которые помогают. Я очень благодарна Богу и людям, которые помогают. Она во всем помогала. Вот вера именно в Бога… Я просто доверяла Ему все. Я знала, что даже и если мы погибнем, даже если нас не убьют, даже если кого-то из моих самых близких и любимых, я понимала, что Бог, ну вот, все равно силен, утешит, подкрепит, поможет пройти. Понял. Поможет пройти. Вот я верила, что Бог поможет. Он не где-то на небе, Он здесь вот, Он рядом. Я верю в Нему сто процентов. А как вот реакция была разная у верующих и у неверующих? На войну, на страх, на вот этот ужас? Как реагировали верующие и неверующие люди? Вы видели, замечали разницу? Да, замечали. Так как у меня есть много моих родственников, которые еще не верят в Бога. Но они говорят, мы помолились, мы молились, чтобы Бог сохранил нас. И когда я это слышу, оно так видно, что они, понятное дело, что они тоже переживали, и мы переживали, как бы одинаково. Но я думаю, что их Бог тоже касался этот момент. Реально. Подытожить, наверное, можно, что это, эта ситуация подтолкнула людей к Богу. Да. Очень сильно. Очень. Даже тех, кто никогда, наверное, не думал. То есть через это многие люди пришли к Богу. Через эти трудности. Я уже, находясь здесь, говорила с учительницей моего старшего сына, она говорит, я, наверное, скажи, очень сожалею, что я раньше не молилась. Но сейчас, скажи, я все время молюсь Богу. И я прошу Бога прощения за то, что я раньше не молилась. А сейчас, скажи, я всегда молюсь Богу. Что бы Вы посоветовали нашим слушателям, верующим людям и неверующим людям, но вот верующим, христианам сегодня, что бы Вы им посоветовали? Переоцените ценности. Я вот так думаю. Пересмотрите свои ценности. Я так вот смотрю, в Америке очень сильно суетятся. Ну такая тут суета, суета, суета. Вы имеете в виду приоритеты? Да. Сделать переоценку ценностей? Переоценку. Что важно, что не важно? Сто процентов. И вкладывайте туда, что можно с собой забрать. То, что нельзя забрать, даже когда ты переезжаешь. Какой смысл там особо? Есть необходимое. И как бы, слава Богу, вкладывать себя реально в Божие. Можно ли сказать, что вкладываете себя в вечные? В вечные, да? В вечные. Да? Потому что все материальное можно потерять в один день. Да. И в один день можно все нажить. Вот серьезно. Вот просто, вот реально Бог может благословлять так, что ты просто... Слава Богу. Ну ты просто... Ну ты понимаешь, что это только Он больше никогда. Но спасибо, что вы поделились. Я верю, что это было полезно для многих, кто будет смотреть эту передачу. И мы призываем всех, друзья, если вы еще Бога не знаете, если вы в Бога не верите, поверьте, что вера в Бога вам никогда не помешает. Но она всегда может вам помочь и спасти вас в жизни, провести через самые трудные испытания. Поэтому мы вдохновляем вас. Найдите поместную церковь, обратитесь к Богу, посвятите Ему всю жизнь. А если вы люди верующие, то призываем вас сделать переоценку ценностей. Не суетитесь. Вкладывайте в духовное, в вечное. Потому что мы никогда не знаем, что произойдет у нас. Там, где вы живете, в вашей стране, в вашей семье. Поэтому помните об этом. Давайте из этих рассказов будем делать правильные выводы. И в конце хотел бы сказать всем слушателям, что мы, наша церковь, живой поток в городе Джексон, штат Флорида, мы помогаем пострадавшим жертвам войны в Украине. Мы создали специальный фонд, куда вы можете пожертвовать, если ваше сердце открыто, вы увидите эту информацию на вашем экране. Вы можете сделать ваш вклад, внести вашу лепту, помочь какой-то маме, какому-то ребенку, какой-то семье, которые пострадали. Мы отправляем эти финансы туда, в Украину, помогаем беженцам и там, на границе Украины и Польши, и кто находится в Украине. И мы также помогаем беженцам здесь. Мы, конечно, не были к этому готовы, но на данный момент к нам приехало более 150 беженцев из Украины в Джексонвилл. И мы стараемся также и им послужить. Поэтому, друзья, если вы желаете и в этом поучаствовать и помочь, если вы в нашем городе находитесь, в Джексонвилл, у нас есть здесь такой склад-уэрхаус, куда вы можете привезти вещи, возможно, какие-то вещи гигиены, продукты, одежду, медицину и пожертвовать этим людям, этим семьям. Информация, адрес у вас на экране. А если вы в другом городе живете, вы также можете сконтактировать наш офис и также передать или переправить вашу помощь. Мы также собираем контейнеры гуманитарной помощи, которые мы отправляем на Украину. Вы также можете в этом поучаствовать, независимо, в каком городе или штате вы живете. Вы можете нас сконтактировать и вместе мы можем помочь, вместе мы сможем сделать больше. Будьте благословенны, друзья! С Богом!